Друзья, я недавно говорил, что в связи с последними событиями надо делать бизнес по поводу параллельного импорта и так далее. И я абсолютно не шутил, когда говорил, что надо делать бизнес по доставке товаров из Китая или лекарств из Индии. Сейчас я нахожусь в Казахстане. Именно по этому поводу. Всего одно лёгкое движение. И тебе доступен YouTube, Instagram, Facebook и прочее в полном объёме, без всяких ограничений. Потому что ты формально в США. Размести значок VPN на главном экране. И сделай за правило входить в интернет через VPN. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Ну, я последовательно занимался тем, что разрабатывал схему вот такого бизнеса. И сейчас я на одном из этапов нахожусь. Конкретно я нахожусь в Казахстане, в городе Ак-Тобе. 2000 километров от дома я уже уехал. И какие шаги я сделал. Ну, для этого нужно было приехать сюда, в Казахстан, во-первых. Во-вторых, я делаю следующее. Нужно приехать сюда по заграничному паспорту. Нужно, чтобы была отметка пересечения границы. И нужно зарегистрироваться в налоговой. То есть, получить местный ИИН, так называемый, номер налогоплательщика. Это государственный номер, он заменяет все. Здесь все госуслуги именно к этому номеру привязаны. Почему в Ак-Тобе? Потому что мы въехали сначала в Уральск. Ну, в Уральске вчера был выходной день. День национального единства народов Казахстана. И поэтому мы решили ехать дальше. Ну, мы хотим ехать, как я уже говорил, до китайской границы буквально. Такая цель. И, соответственно, мы поехали дальше. Вот по пути город Ак-Тобе. Это областной центр, достаточно большой. Вот вы видите памятник Назарбаеву. Стелла в честь... Не памятник, Стелла в честь Назарбаева. Я нахожусь в Центральном парке культуры и отдыха в Ак-Тобе. И сегодня утром мы пошли уже в ЦОН, в Центр обслуживания населения. И там очень шустро получили, значит, сначала номер, значит, там электронную подпись, потом, значит, вернее, электронная запись. Потом мы немножечко времени постояли, посидели, пришла наша очередь. Очень быстро. Ну, короче говоря, в течение 10 минут мы все оформили, документы отдали. Нам сказали, придет смс через какое-то время. Ну, то есть, либо сегодня вечером, либо завтра. Вы получите, завтра утром, вы получите вот этот вот ИИН. Для того, чтобы открыть счет в банке, нужен вот этот вот ИИН и загранпаспорт также. И, кроме того, для того, чтобы, ну, какие-то переводы осуществлять, тоже нужен ИИН. Кроме того, нам в этом Центре обслуживания населения дадут еще электронную подпись для доступа к госуслугам, буквально. То есть, у нас будет личный кабинет свой. И там же мы можем с помощью этой электронной подписи буквально открыть фирму. Значит, ИП или ТО, ну, любую фирму можно там открыть, зарегистрироваться. То есть, полный комплект, получается, готов. И, кроме того, для того, чтобы осуществлять деньги из России в Казахстан, по очень хорошему курсу я уже, так сказать, нашел цепочку, которая нужна. И для этой цепочки тоже нужен казахстанский ИИН. Поэтому вот мы сегодня пошли туда. И только что, вот буквально, вот пару минут назад пришло Кириллу сообщение, что ему ИИН уже готов. Значит, ну, сейчас, наверное, мне. И сейчас, наверное, мы пойдем уже туда, назад в Центр обслуживания населения, получим ИИН. И сделаем счет в Каспий банке. Потому что я зашел в Каспий банк только что, они мне сказали, что нужен паспорт и ИИН. Вот таким образом я последовательно иду по пути создания параллельного импорта, по пути создания нового бизнеса. потому что, когда у нас трудности, надо искать новые пути, надо искать новые возможности, которые нам открываются. Не плакать, потому что все плохо, все плохо, значит, там доходы падают. Надо искать новые возможности для того, чтобы эти доходы не только не падали, но и росли, причем росли бешеными темпами. То есть он будет, друзья мои, это вот будет вообще ввух подъем. Поэтому надо искать возможности, что и делаю я. Ищите тоже возможности. Я буду рассказывать об этом и дальше. Сейчас лайк, подписка и до встречи. С вами был Демитков Юрий.